Всем привет, ребята! Ну что, вот мы и в Питере. Как бы грустно это ни звучало, я вообще не хотела уезжать до последнего просто, ну вообще не хотела. Я даже плакала, когда мы с моря уходили, прям ревела, знаете, крокодилями, слезами такими вообще. Но мы приехали в Питере, погода здесь офигенская, солнышко светит, так что, в принципе, не так всё плохо. Мы ехали, получается, без остановок из Сочи, спали вот в машине, менялись по пути, короче, вообще нигде не останавливались, буквально там заправиться, взять кофе и какой-нибудь там хот-дог. Доехали мы за 26 часов, но могли бы приехать и раньше, если бы не пробки. Я попала в пробку перед Воронежем, там просто была ужасная пробка, потому что ремонт дорог. И, знаете, вот есть такой кусок такой большой обочины, асфальтированный, то есть не по песчаной дороге, да, там ехать, чтобы вся пробка была в этом песке, а просто асфальтированная дорога, асфальтированная эта обочина, спокойненько по ней едешь и всё чётко. Но нашёлся такой человек, который просто, не знаю, там меня прям вывесил, такой, знаете, короче, из этого, из потока выворачивает и закрывает мне проезд по обочине. А я думаю, а что, типа, нифига подобного, я тебе не позволю это сделать, я тебя всё равно объеду. Я, значит, получается, выезжаю навстречу, ну там это прерывистая, да, полоса, то есть не сплошная, всё хорошо, а, получается, встаю на его место в потоке и не пускаю его. То есть этот идиот едет по обочине, нарушает как бы, а я спокойненько в его, в его этом месте еду вот по нормальной этой полосе. За рулём сидел взрослый мужчина, который показал мне фак, но я ему тоже показала фак, типа, хер ли ты мне тут факи показываешь. Мне вообще не страшно, я реально не боюсь таких идиотов, как бы, если надо, я за себя постою, у меня, тем более, электрошокер есть в машине, два газовых баллончика. Ещё в Москве была ужасная пробка, просто там, там вообще никак не объехать, мы стояли целый час или полтора даже в этой пробке. Короче говоря, в общем, если бы не пробки, мы доехали бы на часа два-три точно раньше. Смотрите, какой Солярис у нас грязный после поездки, вся моська в мошках просто, вообще кошмар. Перед отъездом Гольфа поставила на оплатную стояночку и пришло время его забирать, ребята. Вот он, мой любимый Гольфец, стоит, скучает, ждёт меня две недели уже, немного запылился. Короче, перед отъездом я снимала с него аккумулятор. И давайте мы сейчас поставим его и посмотрим, как он заведётся. Он, конечно, капец какой, боже, тяжёлый, просто жесть. Ой, мамочки. Ну всё, двумя руками я его поставила. Ну всё, давайте, короче, прикрутим клеммы сейчас. Ну что, аккумулятор мы поставили, теперь давайте попробуем завести машину. Давно я здесь не сидела, давно не заводила Гольфа. Так, у нас нейтралочка. Всё, он завёлся прям легко. Всё отлично завелось, без каких-либо проблем, несмотря на то, что Гольф стоял две недели. А сейчас я вам расскажу, что я сделала с Гольфом до поездки. Вот, например, купила вот этот вот классный деревянный руль за 5000 рублей, потому что мой старый руль, он был уже совсем ушатанный, и его пора было менять. А также мой старый руль вот здесь вот прям уже просто проворачивался. Но, как вы заметили, здесь дырка вместо сигнала гудка. Мне же нужно как-то бибикать, да, вы знаете, я обожаю бибикать. Так вот, заказала эту бибикулку отдельно, и завтра поеду её забирать. А стоила она, кстати, 1000 рублей. А ещё я очень долго мучилась, и не могла найти, где купить на третьего Гольфа вот такой вот переходник. Нашла на Алиэкспрессе, но не хотела ждать так долго, поэтому поехала на Фучика и нашла за 1000 рублей вот этот вот переходник. Не знаю, конечно, насколько он надёжный, но будем надеяться, что всё будет хорошо. А ещё я наконец-то поставила проставки. Назад я поставила 20 мм. Видно, да, как они выпирают задние колёса? И на перед я поставила 16 мм. Боялась просто, чтобы колесо не так сильно выпирало спереди. Теперь мне нравится, как стоят колёса. Конечно, хотелось бы ещё больше занизить морду, но с этим не всё так просто. А ещё после того, как я поставила проставки, резина стала тереться об арке. Конечно, не так сильно, но всё равно, например, название кумха, да, оно уже стёрлось, потому что вот здесь вот, например, чётко видно, да, здесь ничего не трёт. А задние арки трут резину на больших ямах, но в целом, как бы, мне всё нравится, меня всё устраивает, выглядит клёво, так что всё нормально. В предыдущем видосике про гольфа я вам говорила про то, что хочу покрасить молдинги. Но я хочу не только молдинги покрасить, ещё и ручки, и всякий разный пластик на машине, потому что тачка свеженькая выглядит, да, после покраски, а вот этот весь пластик, он уже выгорел за все 20 лет свои, как бы, так что надо всё это обновить. Чтобы машинка выглядела прямо муа. Поехали за краской и будем исправлять ситуацию по пластику. Приехали мы с вами в гараж, сейчас будем красить молдинги, ручки, короче, пластик будем красить. И пока у меня есть свободный... Я всё купила для покраски пластика, текстурная краска, скотч, обезжириватель и салфеточки. А ещё вот газеток наворовала. Сейчас я вокруг молдингов заклею скотчем так, чтобы краска, вот которую мы будем распылять, не попала на краску кузова. Если честно, делаю это первый раз. Да, из меня, конечно, маляр, как я не знаю. Уже, походу, научилась. Но снизу, если честно, проще клеить скотч, чем сверху. Реально делаю это первый раз. Видите, как легко, да, снизу? Сверху так не сделаешь. Если честно, я думала, что это будет намного проще. Молдинги заклеили, теперь заклеим ручки. Сейчас я покажу вам, как заклеить замочек, ребята, на ручки. Смотрите, вот такой вот кусочек мы с вами клеим. Вообще, конечно, здесь такая запарная тема, если честно. Вот взяла такой нож канцелярский и поехали. Аккуратненько в отверстие так попадаете, короче. Всё, короче, идеально. Ну, практически. Вот так теперь его туда запихню, чтобы ручку покрасить. Ольга, молодец. Теперь мы, получается, клеим скотч. Половина на газету скотча, половина на капот. Клеим по старому скотчу. Вот так вот, ребята. Как вам мой процесс работы? Уже почти всё сделала. Осталось только прорезать ручки. По-моему, из меня прям идеальный маляр получится. Смотрим, где у нас тут ручка. И аккуратненько вырезаем квадратик. Ну что, ребят, посмотрите, что у меня получилось. Вот так вот здесь вот чётенько заклеила. Замочек, да, не забываем. Вот здесь вот так вот всё заклеила. И с этой стороны тоже. Ну что, ребят, перед покраской мы обязаны просто всё обезжирить. Если мы этого не сделаем, то через неделю уже всё у нас отвалится. Поэтому обязательно не забывайте это делать. Сейчас мы с вами это сделаем и приступим к покраске. Так, вот у нас обезжириватель. Салфеточка. Тоже такой небольшой лайфхак. Мы немножко, короче, откручиваем. Для комары. И всё, теперь будет литься. Многие считают, что вот этот вот пластик перед покраской нужно шкурить. Но, ребята, этого делать не нужно. Достаточно его просто обезжирить. Ну всё, мы подготовили пластик для покраски. Взяли теперь краску. Её необходимо встряхнуть. Ребят, запомните, какие они ужасные, эти ручки. Какие они серые, облежшие все. Молдинги такие же. Первый слой должен быть припылочный. Ребят, просто сравните вот эту вот ручку, да, с первым слоем. И вот эту ручку. Я думаю, разница колоссально видна. Ну что, мы нанесли первый слой. Давайте сейчас потрогаем на самом вот первом молдинге, который мы красили первым. Высохла ли краска? Берётся пальчик. И вот на скотче проверяем, есть ли что-то на руке. На самом деле нет, просто у меня здесь грязные руки. Вот это грязные пальцы. Видите, да, здесь уже подсохло, значит, можно наносить второй слой. Поехали наносить второй слой. Сейчас. Ура, я всё докрасила. Пока что мне всё нравится, как выглядит. Сейчас подождём, пока высохнет краска. Вот, а после того, как она высохнет, уже с вами расклеим все эти газеты, скотчи. Всё это уберём и посмотрим, как картинка будет выглядеть. Я думаю, что всё будет круто, потому что вы сами видели, какие тусклые серые были ручки, молдинги. А сейчас всё будет прям чёрное, такое очень клёво выглядит. А ещё вот эта вот решётка, она изначально была серая с завода. Но увидите, да, что она вся в сколах такая, вся вот здесь вот покоценная. И я думаю, вот красить её тоже в чёрный или нет. Пишите об этом в комментариях, буду ждать от вас обратной связи. Но я думаю, что будет чётко выглядеть здесь чёрный цвет. Ну что, ребят, можно потихонечку уже отклеивать газеты. Краска, в принципе, уже высохла. Но, знаете, вот она не прилипает, она ещё не до конца сухая, поэтому аккуратно это надо делать сейчас. Ну, давайте начнём. Сильно зацепился. Кстати, ребят, смотрите, краска попала на диск, но это фигня, мы обезжиркой сейчас снимем всё. А эту штуку мы снимем также лезвием. Нужно здесь подковырнуть. Оп. И вот так вот аккуратненько снимаем. Эту штучку. Ребят, я не знаю, видна ли разница вам или нет, но посмотрите, какая серая губа и какие чёрные молдинги с ручками. Видите эту разницу? Они реально, смотрите, выглядят просто как новые. Ну, круто же. Очень круто, по-моему. Вот здесь я косикнула. Давайте отодрём это дело. Ну что, ребят, зацените. Вот сравните с губой, да, опять же. Губа серая, а молдинги чёрные. По-другому же вообще выглядит всё. Ну, очень клёво. Смотрите, планка прям вообще чёрная-чёрная вот эта. Вообще прям, да? Клёво. Мне прям очень нравится, как выглядит. Такое всё чёрное-чёрное стало. А в следующем видосике мы с вами покрасим, получается, переднюю губу, заднюю губу. Скорее всего, если вы одобрите в комментариях решётку. Вот. А ещё, кстати, я вам не рассказала про американку. Вот расскажу вам в следующем видосе про неё обязательно. А ещё мы будем менять целиком морду с европейской на американскую. Я нашла бампер. Американский, он, правда, расколот пополам, но мы сейчас это всё исправим. Его соберём, он будет как новенький. И поставим его сюда. Также мы поменяем телевизор на американский, потому что сейчас стоит европейский. Он пластиковый, а мы поставим железный. И ещё совсем забыла, мы с вами кое-что сделаем с фарами. Об этом узнаете вы в следующем выпуске. Я надеюсь, что вам зашёл этот видосик про гольфа. Пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Вам будет несложно, а мне будет очень приятно. Пишите комментарии, что хотите, может быть, ещё с гольфом увидеть. Мне тоже будет это интересно узнать. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, ребята. Обязательно ждите следующий выпуск, там будет очень всё круто. Всем пока-пока. Ну вот и всё. Еду домой счастливая с этими покрашенными молдингами, ручками и задней вот этой штучкой. Очень рада, что я это сделала, потому что реально они выглядят как новые. Кстати, хотела сказать то, что это может сделать абсолютно каждый человек, потому что я потратила вот всего полтора часа где-то на это всё и 800 рублей. Я делала это первый раз. Ну, как вы видите, получилось в принципе неплохо. Ну да, где-то заехала там на эту, ну, на машину. Ничего страшного, взяли обезжирку, стёрли и всё чётко. Так что, ребята, это может сделать абсолютно каждый.